Эти страшные, страшные 90-е, которыми Путин пугал народ России, говорил о том, что вот, не дай бог, придут страшные 90-е, что же вы тогда будете делать, говорил Путин, а теперь мы смотрим в 2024 году и видим, бегство кадров за рубеж есть? Есть. Есть. Безумная инфляция, неконтролируемый рост цен есть? Есть. Челночная торговля с дикими наценками на России есть? Есть. А теперь еще и разборки в стиле 90-х, в которых замешан кадыров, и которых как будто бы не хотел Путин. Давайте в этом попробуем разобраться. Игорь Александрович Яковенко, я рада вас приветствовать. Екатерина Валерьевна, добрый вечер, рад вас видеть. Слушайте, история с Вайлдберрис, она прошла, так знаете, как-то мимо нас, мимо Украины, мы на нее сначала не обратили особого внимания, ну просто какие-то разборки в стиле 90-х. Побились, подрались, перестреляли друг друга, ну как бы и на этом вроде история закончилась. Но потом, как оказалось, что история глубже, история как будто между Чечней и Ингушетией, а потом оказывается, что все-таки история между Кадыровым и Путиным, потому что по одну сторону баррикад, как бы это ни звучало, потому что для России, мне кажется, это незнакомое слово, по одну сторону баррикад оказался Кадыров, который не стал слушать слово Путина, а с другой стороны оказался Путин, который как будто бы сказал разобраться потиху, помирну, а Кадыров не захотел. В чем вся история? И это скандал поглубже будет между Кадыровым и Путиным, или же это мелкая разборка в стиле 90-х? Ну, насчет баррикад, баррикады были, в общем, давно их не было, правда, давно, здесь вы абсолютно правы, но были в 91-м году, были баррикады, мы их видели и сами создавали. Ну да бог с ним, а вот что касается вот этой вот разборки, она, конечно, существенно отличается от того, что было в 90-х, потому что все-таки такого, чтобы лично Путин крышевал одну сторону этой сделки, ну, лично глава государства, чтобы крышевал, но такого, в общем-то, не было. Ельцин никогда ничего не крышевал, по крайней мере, открыто, ну, такой информации никогда нигде не проходило. Он не участвовал в таких вот бандитских разборках лично, а Путин участвует, ну, просто потому, что Ельцин не был бандитом, а Путин как был, так и остается бандитом. Значит, участие Кадырова в этой разборке, это, ну, что называется, попытка откусить кусок не по себе, то есть раскрыть рот шире, чем он раскрывается, потому что, ну, действительно, так сказать, ну, все-таки понятно, что там тягаться с Путиным в плане административного силового ресурса, конечно, ему не приходится. Поэтому, ну, в данном случае он пытался, что называется, на их языке, это называется, поставить крышу одной стороне конфликта, но в результате, в общем-то, в конечном итоге вмешались следственные органы, и я думаю, что в ближайшее время просто Путин конкретно решит этот конкретный конфликт между супругами, которые дерутся за вот этот вот ресурс. И в конечном итоге, ну, есть такое ощущение, что все-таки, так сказать, та сделка, очень странная сделка, там прямо можно сказать, что сделка удивительная, потому что, значит, по сравнению с Вальбересом, это все-таки номер один ресурс в России, торговый ресурс, по сравнению с ним, вот эта вот контора по, значит, оператор наружной рекламы, там на пару-тройку порядков он меньше, и, конечно, когда на равных они заключили сделку, это было очень смешно. То есть явно здесь что-то нечисто. Либо это откаты, либо, так сказать, действительно какой-то был силовой наезд со стороны группировки Керимова, но в любом случае это не самое интересное. Но самое главное, что отличает 90-е от нынешнего времени, это то, что идет война, и в конечном итоге война полностью деформирует все поле, потому что на самом деле участники на сегодняшний момент еще не вышли вот в это чисто поле бандитское, не вышли основные силы участников войны. А это произойдет обязательно, потому что они возвращаются, и по мере приближения России к поражению все чаще и чаще подобного рода разборки будут совершаться с бандформированиями, созданными с участием вот этих вот оккупационных войск, разбитых в Украине. И вот это будет серьезно. Тогда никакие 90-е в сравнении не пойдут. Так что у России все впереди. 90-е покажутся идиллией мирным райским временем по сравнению с тем, что России предстоит. Когда вот это в массовом порядке люди, уголовники, упыри, убийцы, прошедшие школу убийства в Украине, они начнут возвращаться в массовом порядке. Пока это все-таки такой незначительный тоненький ручеек, но все еще впереди. А Путин накажет Кадырова, что ослушался? Пошел против муниципаля? Да нет, я не думаю. Кадыров нужен Путину. Нужно, чтобы кто-то держал в порядке, в беспрекословном подчинении Чечню. И менять сейчас Кадырова, ну зачем это нужно? Нет, конечно. Кадыров не представляет собой никакой угрозы для Путина. Тем более до тех пор, пока Путин в силе. Как только начнется заваруха, конечно, Кадыров первый предаст. Потому что сама главная суть Кадырова – это предатель. То есть сама его внутренняя... Вот если у Путина главная суть – это бандит, уголовник как раз из начала 90-х, то главный социальный статус Кадырова – это предательство. Потому что именно предательством они смогли с отцом получить власть. Когда предали освободительное движение Чечни, перешли на сторону оккупантов, на сторону имперской армии. И в следующий раз он обязательно предаст. Но для этого нужно, чтобы в этот момент Путин немножко ослабел. Сейчас пока, конечно, этого не произойдет. В обозримом период этого не будет. Ну а так, в общем-то, все все прекрасно понимают. И я думаю, что никакого наказания Кадырова не будет. То есть это исключено. О предателях заговорили. Хотелось бы еще про убийцы, киллеров и психопатов несколько слов сказать. На этом фоне, конечно, вопросы возникают. Вот почему до сих пор Зеленский там гуляет по украинским городам. Селфи делает, гостей приглашает. У нас, по-моему, есть... И вообще безопасно передвигается поэтому. Да, у нас есть и опыт, и средства. Все у нас есть для того, чтобы прекратить это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает. Там, вон, Урсула там какая-то, сенаторы. И все бродят спокойно. А мы, как мы уничтожили в свое время, Дудаева, Хаттаба, Басаева. Все же было, так сказать, совершенно сделано технично со всех точек зрения. Хочется надеяться, что операция и подготовка ведет. Вот получается, что, видите, почему-то их волнует вопрос, почему президент Украины ходит по украинской земле, но почему-то не волнует, почему Путин не ходит по российской. Ну, вот это удивительная история, действительно. То, что, ну, одно дело, когда там какие-то сумасшедшие Z-блогеры, когда какие-то безумцы говорят о необходимости совершить террористический акт против президента независимой Украины. Но сейчас это происходит на государственном федеральном канале и публично выражает возмущение, ну, что называется, готовит общественное мнение к тому, что вот надо, надо обязательно убить Зеленского. И кто это делает? Это делает генерал Бужинский. Это не просто какая-то шпана из подворотни. Это человек, который, ну, совсем недавно он был, так сказать, таким респектабельным, разумным, достаточно сдержанным человеком, который, в общем-то, представлял собой некоторый контраст с другими генералами телевизионными. Такими, как вот генерала Пахмел, знаменитый по фамилии Гурулев, ну, достаточно карикатурная фигура. А этот, в общем, в прошлом производил впечатление относительно приличного человека. И вот такое. Значит, это, на самом деле, серьезная заявка. Это свидетельство того, что всерьез, в принципе, планируется убийство Зеленского. Причем, ну, в данном случае, значит, я думаю, что вот не то чтобы ответная мера, а скорее лишний повод напомнить, что все-таки кто является сегодня террористом номер один? Вне сомнения, террористом номер один является сегодня Владимир Путин. Узурпатор, который никакой не президент России, человек, который узурпировал власть с самого начала, ни разу ни в каких выборах не участвовал. Каждый раз это были нарисованные цифры, организованные. Там была спецоперация «Приемник», ну и так далее. Все мы все это знаем. То есть это узурпатор, который захватил власть и на сегодняшний момент ведет преступную террористическую войну против Украины. И вот здесь возникает действительно серьезный вопрос. Вот правда серьезный вопрос, что на самом деле закончить войну можно и таким вот наиболее рациональным и дешевым способом. Я напоминаю, что один из самых таких мягких либеральных президентов Соединенных Штатов Америки, Барак Обама, дал команду на уничтожение тогдашнего террориста номер один Усаму Бен Ладену. Его, что называется, ликвидировали без всякого суда и следствия. Просто-напросто были посланы бригада, так сказать, специалистов, морских пехотинцев, которые выследили его и уничтожили. Вот я думаю, что на сегодняшний момент очень рациональным способом завершения войны была бы ликвидация главного сегодняшнего террориста номер один Владимира Путина. Я понимаю, что политической воли на это нет, но мне представляется, что, так сказать, введение сначала в медийный оборот, а затем в политический оборот самой идеи, что, в общем, ну это надо делать, понимаете? Потому что в противном случае ведь, ну совершенно очевидно, страны НАТО воевать с Россией не готовы. Украина по своим демографическим ресурсам проигрывает России примерно, ну как минимум в четыре раза. Вот просто по количеству людей, которые, по количеству того пушечного мяса, которое Путин готов бросать на фронт. И в этой ситуации либо действительно Запад должен дать Украине все необходимое современное оружие, включая самолеты, включая, так сказать, разрешить контракты с пилотами, плюс дальнобойные ракеты и, конечно, разрешение бить по территории России. Но это все равно длительная, длительная кровоправительная война. И в принципе вот в данном случае то, как, например, только что Израиль уничтожил сначала руководство Хамаса, затем руководство Хизбаллы, это еще один пример того, что никакой бункер не спасает, если действительно работают прицельно и профессионально. И вот я думаю, что на самом деле уничтожение Путина, это понятно, что сегодня это недостижимая мечта, но в принципе надо эту идею, мне кажется, вводить в политический оборот, чтобы она не была достаточно экзотической, чтобы это был какой-то рабочий вариант, обсуждение которого будет носить именно такой рациональный характер, подсчеты плюсов и минусов. Вот как сейчас идет обсуждение снятия запрета на удары по российской территории. Оно идет, оно уже как бы сейчас вот буквально только что приехал в Киев новый генеральный секретарь НАТО Макс Рютте, и он всерьез сказал, что вот уже 12 числа на саммите Рамштайна будет серьезно обсуждаться этот вопрос. И скорее всего, я так думаю, что все-таки не исключено, что такое разрешение будет дано. Ну и вот, как мне кажется, серьезное обсуждение необходимости ликвидации террориста номер один Владимира Путина, мне представляется, что его надо как-то вводить в какой-то публичный оборот, чтобы это не выглядело как какая-то странная, экзотическая и маргинальная идея. Потому что это, на самом деле, мне кажется, самый рациональный, самый реальный способ прекратить войну. Все остальные, они слишком кровавые. Вот вы сказали о том историческом решении, которое должно быть принято, и я вспомнила слова Андрея Собиги, это министр иностранных дел Украины, который говорит, мы поговорили с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкиным. В рамках нашего регулярного диалога состоялся продуктивный телефонный разговор для обсуждения визита президента Зеленского в США и координации дальнейших шагов, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу. Я подумала, может быть, именно это историческое решение должно быть принято о ликвидации Путина, но, скорее всего, идет разговор сейчас о другом историческом решении. И тут специалисты, политологи и военные дают два варианта развития событий. Это может быть или же обещание взять Украину в НАТО после завершения войны, или же это разрешение бить оружием западным по объектам военным на территории России. И второй вариант нам, по-моему, даже очень ближе, потому что второй вариант автоматически тянет за собой первый вариант, то есть завершение войны и вступление Украины в НАТО. Кстати, вы сказали о том, что вот это вот предательство со стороны Кадырова, оно как бы тянется за ним, да, и постоянно его преследует. А вот тут вот предательство или же это цинизм со стороны Лукашенко, потому что он сегодня заявил о том, что Беларусь готова помогать Украине в повоенной перестройке страны. То есть он говорит, мы поможем вам, Украина, все хорошо, не переживайте. Вы знаете, Лукашенко столько, ну то есть это манера его, он, так сказать, столько кривляется, столько придуривается, столько откровенно, так сказать, не поймешь, когда он всерьез, когда он шутит. Причем это такой, так сказать, достаточно провинциальный юмор, когда действительно вот, ну, дурачка из себя корчит человек постоянно. То он придумает какие-то небылицы и предлагает всерьез это рассматривать, там, вбрасывает какие-то там разговоры шпионов, которые он лично прослушал, еще что-то. То есть, на самом деле, он действительно пытается расчистить себе пространство маневра. То есть человек, который на самом деле взурпатор в своей стране, который сидит в заднем кармане Путина, он пытается, сидя в этом заднем кармане Путина, пытается расчистить себе пространство для политического маневра. То это пространство должно быть между Путиным и Китаем, то он по-прежнему рассчитывает на то, что может быть какая-то игра с Европой. Но в любом случае пытается маневрировать. Потому что, конечно, находиться в роли просто такого полного заложника Путина ему не светит. Судьба такого рода заложников очень печальна. Поэтому он пытается сейчас всеми силами подавать какие-то невнятные сигналы то Западу, то Европе, то Украине, то Китаю. Мол, не надо меня списывать со счетов, я еще есть, я еще ого-го, я еще могу чего-нибудь выкаблучивать. Что именно? Непонятно, но тем не менее пытается постоянно привлечь внимание сторонних стран, сторонних политических субъектов для того, чтобы на него обращали внимание и пытались с ним каким-то образом взаимодействовать. Ну, в частности, вот Украина. Потому что, ну, я не знаю, что в голове Лукашенко. Понимает ли он, что в конечном итоге война Путиным проиграна? Не уверен, что он это понимает. Но, по крайней мере, на всякий допускает такой возможности. В принципе, хочет сохраниться как отдельный от Путина политический субъект. И именно вот это заигрывание с Украиной, постоянное, оно проистекает из этого факта. Он пытается сделать вид, что он отдельный политический субъект, независящий от Путина. Ну, и отсюда вот эти вот заигрывания с Украиной, в частности. Еще один интересный момент, на который я обратила внимание. По-моему, во-первых, на России все чаще начинают говорить «нет войне», а во-вторых, все чаще можно услышать, что надо говорить не фразу «мы еще ничего не начинали», а говорить фразу «пора уже заканчивать эту историю», давайте послушаем. Специальную операцию нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать, и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить «мы еще не начинали», все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, непатриотическим, кстати говоря. Но кому написать, к кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим или к тем? Игорь Александрович, есть у вас совет, к кому обращаться, к кому написать «нет войне»? К нашим, к тем, к вот этим? Мне кажется, что здесь адрес известен. Москва, Кремль, Владимиру Путину. Это единственный человек, которому стоит написать в райто, потому что для него закончить войну – это дело меньше минуты. Просто написать указ об отведении войск на границе 1991 года. Все, на этом война заканчивается, начинаются разговоры о дальнейшем, о выдаче военных преступников, о репарациях. Но это уже все потом. Война закончится, как только Путин отведет войска на границе 1991 года. Поэтому понятно, к кому обратиться. Других людей, к кому есть смысл обращаться, нет. И самое главное, что вот этот человек, который придуривается в эфире радио «Комсомольская правда», он это все прекрасно понимает. Прекрасно. Все прекрасно все понимают, что надо сделать, чтобы закончить войну, и к кому здесь надо обращаться. А что, уже лозунг «нет войне» он как бы… Можно его проговаривать? Срок за это… Вы знаете, особенность российских порядков, ну, в России нет законов, есть понятия. Так вот, особенность российских понятий заключается в избирательности их применения. В отличие от воровских понятий, которые, ну, в общем-то, более-менее когда-то пытались все-таки сделать всеобщими, то есть под них попадают уголовники всех мастей. А вот нынешние российские понятия, они очень избирательны. То есть кому-то можно, кому-то нельзя. Кому-то можно называть войну войной, и за это, в общем, так сказать, не сажают. А кто-то за просто, просто за произнесение слова «война» в отношении сегодняшних событий, уже вот, ну, вот муниципальный депутат Горинов, один из первых людей, который сел на семь лет. На семь лет. Просто за то, что назвал войну войной. Ну, кому-то можно, кому-то нельзя. Сейчас в телевизоре все чаще и чаще говорят о том, что они просто произносят слово «война». И более того, даже открыто говорят, что никакая это не война, никакая это не СВО, это война. Но, в частности, замечательное выступление депутата Госдумы от «Единой России» господина Затулина, который сказал, что зря мы назвали это СВО, это война. И вообще, если посчитать, насколько успешно выполнили задачи, которые ставились, ненасколько. И Украина сохранится. Вот такое заявление, ну, такое ощущение, что это, я не знаю, это не Затулина, это, там, какой-нибудь Каспаров или кто-нибудь из украинских патриотов это говорит. То есть, на самом деле, кому-то нельзя, а кому-то можно. И в этом, как бы, особенность вообще не только сегодняшней, но вообще всей ситуации, которая сложилась с приходом Путина. Не действуют законы, действуют понятия. Ну, и понятия действуют избирательно. А давайте про то, что посчитали. Потому что, опять-таки, всю эту неделю говорят о том, что про бюджет России, знаете, как о человеке, которого уже нет. То есть, надо говорить или хорошо, или никак. Поэтому нельзя говорить о том, что выделено 13 триллионов рублей на войну с Украиной. Нужно говорить о том, что это социальный бюджет, и все выплаты будут социальными. Они Путину немножечко больше дадут. Хотели на 0,02% увеличить содержание Путина, но увеличили на 25%. Путин в следующем году получит на свое любимое содержание 31 миллиард рублей из бюджета. Бюджет Кургана 13 миллиардов, Пскова 7,5, Путина 31. Путин очень дорого обходится Россией. Мне кажется, что его действительно было бы проще уже бы раз и навсегда, чтобы он покинул эту бренную землю. Но все-таки пытаются его прокормить. Тем не менее, 13 триллионов рублей на войну. Это самое большое, по-моему, количество денег, которое сейчас выделяют, или же за всю историю Россия выделяет на войну. Ну, все это будет направлено на то, чтобы это все летело и убивало, конечно же, людей в Украине. На образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые, конечно же, выделят намного меньше, нежели на войну с Украиной. Ну и тут, говорят, новые методички подъехали. Знаете вы что-нибудь об этих новых методичках, в которых написано «не говорить про войну»? Ну да, этот бюджет действительно уникальный, потому что в нем есть несколько особенностей. Первое, что это действительно военный бюджет, это бюджет смерти. И вот если все-таки разделить, что идет на смерть и что идет на жизнь, то выясняется, что практически весь бюджет направлен на смерть. То есть, даже если просто арифметически, то это 41% на убийство, 41% на убийство, но там дальше еще и 30% секретных статей. То есть, это статьи закрытые. И на самом деле, даже в социальные статьи впихнуты статьи, которые, по сути дела, являются военными. То есть, что имеется в виду? Например, расходы на выплаты тем людям, которые подписывают контракт на мобилизацию, это мы знаем громадные цифры, это по 2 миллиона рублей. Вот эти расходы, они зашиты в социальные статьи. То есть, это реальная плата людям, что они идут на войну, но это зашито в социальные статьи. То же самое выплаты тем, кто остался в украинском черноземе, ликвидировал вооруженными силами Украины. Они тоже зашиты в социальные статьи. То есть, на самом деле, это все, по сути дела, на войну. То есть, на самом деле, количество, общий процент того, что идет на войну, он может быть оценен только экспертным путем. Видимо, это порядка 70%. Видимо, порядка 70%. То есть, это реальный бюджет войны. Это совершенно фантастическая цифра. Значит, этот, ну да, методичка такая, что его надо называть социальным бюджетом. Ну, социальные бомбы, социальные ракеты, социальные снаряды, социальные танки, очень социальные вот эти вот, значит, убийцы, которые идут уничтожать украинцев, все это социальные расходы. Ну, в конечном итоге, вот, ничего от этого лицемерия, конечно, не меняется, хотя все сложнее говорить вот на этом изоповом языке, потому что все чаще и чаще в том же самом российском телевизоре происходит, ну, не то чтобы бунт, но, во всяком случае, они устают называть вот эту войну СВО, они устают, значит, следовать вот этим методичкам, и периодически у них бывают вот такие вот, значит, ну, не то чтобы бунты, но, во всяком случае, проявления откровенности. По-прежнему говорят о том, что эта война никакой не СВО, говорят о том, что в конечном итоге, с какой стати, значит, мы говорим о каких-то успехах, хотя украинские войска уже сейчас стоят на территории Курской области, на протяжении длительного периода, значит, никаких, никакого не то что захвата Киева за три дня, но и каких-то серьезных успехов нет, за весь год не было взято не то что ни одного областного центра, а вообще крупного города. То есть, на самом деле, это, так сказать, ну, каким-то образом прорывается все-таки реальные оценки, в том числе и в российский телевизор, не говоря уже о телеграм-каналах. Там все чаще и чаще прорывается окопная правда. Поэтому все сложнее, все сложнее, так сказать, выполнять методички. Делать вид, что ничего не происходит, делать вид, что бюджет социальный, делать вид, что все, так сказать, направлено на человека и во имя человека, это все, так сказать, все эти сказки, они на самом деле уже не работают. И не случайно и рейтинг этих ток-шоу «Ненависти» резко упал. И не случайно то, что на сегодняшний момент все больше и больше ужесточаются наказания за правду. То есть, здесь уже и подоспела уголовная статья за, значит, ущемление чести и достоинства представителей органов власти. То есть, это все направлено на то, чтобы каким-то образом задавить какие-то проявления реальной картины мира в российских СМИ. Ну, получается неважно, получается плохо. Мы видим, что и даже халуйские социологи, так сказать, привластные, они все чаще показывают, что российское население все-таки не хочет воевать, не готово воевать. Попытка Путина превратить страну в военный лагерь не получается. То есть, на самом деле, причина простая, потому что люди на самом деле не понимают, зачем эта война. Все больше и больше людей не понимают, зачем эта война. Здесь огромная разница между тем, что было в 2014 году, когда значительная часть людей действительно поддержала оккупацию Крыма. Это действительно было массовое помешательство. Сегодня нет. Если, ну вот я сужу даже по косвенным признакам, вот эта колорадская ленточка полосатая, она была очень популярна. Сейчас вот эта эмблема этой войны, эта буква «З», она, в общем-то, нигде ее не увидишь. Только на официальных мероприятиях, только на государственных каких-то зданиях. А так, в общем-то, так, чтобы кто-то носил вот эту полусвастику фашистскую, этого нет. Поэтому это косвенный признак того, что вот эта большая война, начатая Путиным, она не популярна в населении. Ну, она первый год была как-то популярна. Вся эта символика ЗОВ, ЗЭТ и эти ленточки, они пытались куда-то лепить. А потом, чем дальше затягивалась так званая СВО, или же чем дальше, чем больше было убитых на территории России в этой войне, то тем менее она популярной становилась. Кстати, об количестве потерь на территории России. Тут, опять-таки, в Госдуме предупредили россиян об опасности из-за демографического провала. Говорят, Россия ежегодно теряет 500 тысяч человек. Заявила в интервью «Ньюс» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Астанина. Вопрос. 500 тысяч человек. Это, можно считать, таким образом решили сказать потери России в войне, или же это сейчас как бы о другом речь? Ну, здесь речь идет о комплексных, об итоговых количестве населения. То есть демографические потери — это в целом превышение смертности над рождаемостью. То есть это количество умерших и количество родившихся, из них вычитается количество умерших. А получается отрицательная величина. То есть здесь зашито и люди, которые, значит, утилизированы были, ликвидированы на фронте, оккупанты, ну, плюс еще умершие естественные смерти. То есть это разница между количеством родившихся и количеством умерших. Полмиллиона. Вне сомнения, здесь явно присутствует вот эта цифра людей, которые, так сказать, были убиты на этой войне, безусловно. Количество убитых на этой войне, ну, в точности здесь оценки очень разнятся, но то, что общее количество потерь превысило миллион, это более-менее такая вот конвенционально признанная цифра. То есть более-менее все эксперты соглашаются, что общее количество потерь превышает. Имеется в виду не только убитые, но и такие раненые, которые уже не вернутся на фронт. И эта цифра действительно очень серьезная. Ну, а какое количество в этой цифре убитых, трудно сказать. Ну, я сомневаюсь, что это полмиллиона, скорее всего, меньше, но все равно это много. Это, ну, то, что это больше, там, ну, больше 100 тысяч, это точно. Ну, окончательная цифра, я думаю, что является очень большим секретом. Здесь только можно оценки давать. Я, пожалуй, воздержусь. Есть цифры поименные, когда просто поголовно считают. Последнее, что я видел, ну, это, конечно, цифра, которая существенно меньше реальной. Это просто установлены фамилии именового отчества людей, которые являются погибшими в этой войне со стороны России. Здесь последнее, что я слышал, это 64 тысячи. Ну, подчеркиваю, это те просто, так сказать, установленные фамилии конкретно. На основе документов ясно, что общее количество потерь, безвозвратных потерь на порядок больше. Ну, и в последнее время просто топ-тема для обсуждений на России – это никакого child-free. Тут Володин тоже раскудахтался и говорит, что если бы движение child-free развивалось бы в СССР, то многих, кто присутствует там в этой зале, сейчас бы и не было. Вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позицией запрета пропаганды отказа от деторождения. Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. Право женщины рожать или нет. Это ее выбор. Право семьи определиться в этом. Но пропаганды такой не должно быть. Потому что если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора. Родить вас. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть. Вообще вот, коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать. И обязательно поименное будет голосование. Может быть и неплохо было бы, если бы половины этого зала там бы на самом деле и не было бы. Но тут тоже интересный скандал получается. У Мизулиной спросили, а почему у нее нет детей. И почему-то ей этот вопрос очень не понравился. И она прям там приказала узнать об этой журналистке все. И говорят, какая-то прям кровная месть намечается. Вы знаете, ну, что касается Мизулиной, то это отдельный диагноз. Действительно, она очень ратует за запрет Child Free. Мы сейчас с вами коснемся этой темы. Но и вот это вот тут же, она тут же приказала охране, то есть сотрудникам штатским, значит, остановить эту журналистку. Потребовала, чтобы ее идентифицировали, проверили ее паспорт, сделали предварительный опрос. Ну и, короче говоря, явно, так сказать, будет пытаться ее, зная повадки этой Мизулиной младшей. Она известная стукачка, она постоянно, так сказать, жалуется на кого-то. Кого-то из нее уже посадили, ни одного человека. Так что вот этот вопрос ей показался очень неудобным. Он действительно неудобный, потому что тетка вполне детородного возраста. И вот она выступает за массовое рождение, за превращение женщин в родильные аппараты. Но сама, естественно, заниматься этим не хочет. Но это бог с ним. А вот то, что сама эта идея, вот то, что я хотел бы два слова прокомментировать в выступлении Володина, потому что на самом деле это верх идиотизма. Дело в том, что, конечно, никакого движения чайлдфри, как какого-то движения, именно движения. Что такое чайлдфри? Это попытка женщин и попытка вообще семей определить, самим решать свои проблемы. То есть попытка женщины распоряжаться своим телом. Рожать ей или не рожать, это, в конце концов, ее личное дело. Ну или, в крайнем случае, это совместное решение ее и ее супруга, если таковое имеется. И вот никакого движения чайлдфри, его просто не существует. Этого просто нет. Так же, как нет, я не знаю, движения рыжих, так же, как нет движения, так сказать, людей выше 190 сантиметров роста. Это просто есть. Такие люди есть. Вот есть люди, которые хотят рожать, а есть люди, которые не хотят рожать. Или которые думают, спланируют свою личную жизнь определенным образом. Ну, например, собираются отложить рождение ребенка до того момента, когда они закончат вуз, например. Или еще что-то. Но это личный выбор. Никакой пропаганды чайлдфри не существует. То есть, на самом деле, это борьба, война с ветряными мельницами. Потому что невозможно запретить то, чего нет. И, ну, гораздо более откровенен в этом смысле господин Дугин, который, конечно, не является никаким официальным идеологом. Но он дальше говорил о том, что это вот мы сейчас воюем против чайлдфри. А дальше, в обязательном порядке, нам надо воевать против средств контрацепции. То есть, видимо, там, извиняюсь за выражение презерватива, выдавать по талонам только депутатам Государственной Думы, скорее всего. Но это правильно. Ну да, но это, кстати говоря, я бы поддержал, чтобы они такие вот не размножались. Вот. Ну, для этого есть более радикальные средства. Но я, не знаю, посоветовать им, что ли. Вот. Ну, в любом случае, вот это, ну, это крайняя степень. Вся эта история борьбы с чайлдфри – это крайняя степень идиотизма. Но здесь есть одно важное наблюдение. Дело в том, что вот это истерические крики «давайте нам сейчас больше рожайте, больше рождаемость» – это всё свидетельство того, что Путин, на самом деле, готов воевать вечно. Потому что целью всего этого, и это откровенно говорится, что главная задача – это, чтобы у нас было больше солдат, больше, так сказать, людей, которые идут на фронт. Но, так сказать, понятно, что если речь идёт о требовании немедленно сейчас повысить рождаемость, то рост рождаемости сейчас, он может сказаться на увеличении, так сказать, пушечного мяса, ну, только через, там, 19 лет. То есть, явно Путин собирается воевать ещё как минимум 20 лет. То есть, это достаточно такой характерный симптом. Так что все эти разговоры о рождаемости, о запрете чайлдфри – это всего-навсего признание того, что Путин собирается воевать вечно. По крайней мере, до тех пор, пока он в Кремле. Ну и, кстати, вот видите, там же мы говорили не так давно о том, что он себе эликсир молодости всё хочет или вечной жизни. Или ещё чего-то. А тут, как бы, седьмое число скоро. День рождения у Путина. А Казахстан, вот, говорит, Такаев подарит Путину на день рождения атомную электростанцию. Как думаете, как будет праздновать? Что подарят? Вы знаете, обычно на день рождения Путину дарили, так сказать, убийство какого-нибудь его врага. Я помню хорошо, что в одной из седьмых октября это было убийство Анны Политковской. И вряд ли это было совпадение. Я не знаю, чью мёртвую голову в этот раз подарят Путину. Не знаю. Надеюсь, что в этот раз будет другое какое-то злодейство. Но в обязательном порядке именно злодейство является подарком Путину. Потому что Путин действительно это сейчас персонифицированное, концентрированное мировое зло. И поэтому подарком ему может быть только какое-то особенное злодейство. Посмотрим. Надеемся, что какого-то особо крупного злодейства ему не удастся совершить. И этот день рождения пройдёт для человечества относительно безопасно. Ну, я не знаю, будут ли устраивать салют наши ВСУ для Путина. Я думаю, что они должны были как бы над подарком подумать, поработать. Я почему за Казахстан вспомнила? Потому что тут опять-таки говорили о каком-то прямо межнациональном конфликте между россиянами и казахами. Потому как на границе, там в очереди возникли какие-то, какая-то суета и всех вышли и положили лицами в асфальт, заставили всех выходить из машины. И для профилактической работы это было сделано. Для меня это, конечно, очень странная какая-то история, что за профилактика, когда все, кто стоят в очереди на границе для того, чтобы пересечь, выгоняют с машин и кладут лицом в пол. Или же это просто действительно какая-то локальная история и она ничего не имеет общего с вот этой вот межнациональной рознью? Ну, вообще Казахстан это страна, которая находится действительно в сложном положении. Потому что самая большая из всех постсоветских стран, самая большая граница, причем абсолютно, ну, как и все границы России со странами, которые были когда-то в части Советского Союза, она абсолютно не оборудована, не устроена. Ее заметить очень сложно. Там где-то вдалеке стоят пограничные столбы, которые трудно разглядеть. Никакой контрольно-следовой полосы нет, никакой там колючей проволоки, ничего этого нет. Да и пограничников тоже не видно. Поэтому это проблема. И Казахстан, естественно, находится вот в таком сложном положении. С одной стороны, понятно, что он старается отодвинуться от России. С другой стороны, трудно отодвигаться, когда, в общем, самая протяженная граница. Поэтому периодически вспыхивают вот такие проблемы. Я думаю, что по мере приближения краха путинской России, такого рода конфликты будут учащаться. Потому что и попытки нелегального перехода границы увеличатся, количество этих попыток возрастет. Проблема с российскими беженцами тоже может обостриться. Так что впереди у российско-казахстанских отношений довольно тяжелые времена. Еще одни тяжелые времена подкрались оттуда, откуда их не ждали. Тут, знаете, Захарова съездила в командировку, вернулась с этой командировки и вдруг поняла, что на территории России самого-то русского духа ей не хватает. Они же этот русский духа везде как бы так хотели разнести, чтобы он разросся на все территории. Что получается на самой России-то его теперь и не хватает. Проблему она увидела вот в чем. Мне кажется, этот день нужно отмечать и наполнять определенной символикой. Идет разговор о дне, когда Путин решил, что Донецкая и Луганская области – это теперь территории России. И очень хочется, чтобы она была. Вот я сегодня захожу в поисковик. В интернете поисковик, крупнейший сервер, который все мы называем нашим российским, отечественным. Например, в Яндекс. Вы знаете, я когда захожу в тот же самый Яндекс в преддверии Хэллоуина, ну вы знаете, да, это народный праздник, правда, непонятно какого народа, но все-таки там всегда есть и символика, там все выкрашивается соответствующими цветами. Мне кажется, там отмечается любой не наш праздник таким образом. От Дня Святого Валентина до Октоберфеста, ну все, что только можно собрать по миру. Везде, где-нибудь, да вы наткнетесь на какую-то символику на этом поисковике. Вот я сегодня зашла и заходила несколько раз в день, и за день я не нашла ничего. Ничего. Получается, как бы на самой России ничего-то русского и нет? Вы знаете, это на самом деле говорит о каких-то остатках здравого смысла у российского населения. Потому что, ну вот что это за праздник? Это день беды, на самом деле. Это день беды. День беды для жителей этих территорий, потому что, ну если уж говорить о присоединении ДНР в НР, присоединении Донбасса, то в результате этого присоединения население этих стран страдает так, как не страдало на протяжении всей истории существования этих земель. Мы видели уничтоженные города, там Авдеевку, Бахмут и так далее. То есть это все, это все уничтоженные, полностью уничтоженные города. Количество людей, которые убиты, вообще это население, оно просто было действительно, там действительно происходит геноцид. Но геноцид со стороны России, это первое. То есть для самих этих присоединенных земель, это безусловно не праздник, а это день горя. Ну а теперь давайте посмотрим, что этот день означает для остальной России. Россия, которая является, так сказать, ну по крайней мере, международно признанной территорией. Для остальной России, во-первых, это несколько сотен тысяч убитых людей, потому что за оккупацию этих земель приходится платить кровью россиян. Это первое. И второе, вот этот бюджет, мы с вами говорили об этом бюджете, сегодня не к ночи будет помянут, но в этом бюджете огромные средства заложены на поддержку, на финансирование вот этих вот оккупированных территорий. То есть все эти пять территорий, это не, так сказать, что-то, что является богатством. То есть вот говорят, Россия прирастает Донбассом, Крымом и так далее. Да Россия, так сказать, вынуждена платить за вот эти вот пять чемоданов без ручки, потому что финансирование Крыма, там безумные деньги обходятся, финансирование ДНЛ, ЛНР, а сейчас еще финансирование оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области. То есть каждый россиянин должен из своего кармана платить за вот эти вот присоединенные территории. Ну и, в общем, в принципе, это не то, чтобы так все понимают, но это чувствуют. И поэтому этот день, это не праздник, это день горя, причем для всех. И для жителей этих оккупированных территорий, и для жителей всей остальной России. Так а что получается по скрепам? Выходит так, что Путин с пяти лет сказал говорить с детьми о важном, о главном, о нужном. Они рассказывают о том, что же такое русский мир, русский дух, русские классики и так далее. А по факту-то ничего русского, я вот повторюсь, на территории России и нет. Нечего праздновать, нечего отмечать, нечего передавать в поколение, кроме войны. Ну, вообще, вот эта вот история с тем, что теперь вот эти разговоры о важном будут с детского сада, ну, это раскление малолетних, конечно. Это серьезная статья уголовная, раскление малолетних. Ну, Путину, у него уже целый букет уголовных статей. Но, вы знаете, я думаю, что это, скорее всего, не очень перспективная история. Потому что я понимаю, что, да, действительно, когда детям с малолетствов вливают в уши яд, это, конечно, бесследно не пройдет. Но, опять-таки, путинский расчет на то, что вот он сейчас будет пятилетних людей зомбировать, пятилетних детей зомбировать, и вот они вырастут и станут настоящими путинистами, я думаю, что все-таки столько путинский рейх не протянет. То есть, если они рассчитывают на то, что сегодняшние пятилетки, сегодняшние малыши в возрасте пяти лет, они вырастут и станут солдатами путинской армии, я думаю, что столько путинский режим не протянет. И лично Путин, я думаю, что через то время, когда вот нынешние пятилетние россияне превратятся в полноценных солдат путинской армии, я думаю, что к этому времени Путин либо будет лежать в земле, либо будет находиться в тюремной камере. Просто столько вот этот вот *** не сможет удерживать власть. Просто в момент, когда он начал эту войну, он на самом деле подписал приговор и Российской империи, и себе лично. Игорь Александрович, спасибо вам за очередной разговор. Спасибо, Екатерина Валерьевна, за приглашение. Берегите себя. Слава Украине. Героям нашим слава и смерть тим клятим ворогам нашим. Я сподіваюся, что этот вирок, который Путин себе подписал, будет введен в дию уже очень скоро. Спасибо вам за ваши понравения, за ваши комментарии, которые вы оставили под этим самым видео. До встречи с вами. Бережите себя и па-па. Продолжение следует...